Привет-привет, друзья! Это Копенгаген, Дания. 4 мая сегодня. И сегодня стартует чемпионат мира по хоккею впервые в Датском Королевстве. Картина ТВ выступает в качестве официального партнера сборной России. Мы находимся здесь с 4 по 20 мая. Команда Картина ТВ будет следить за играми, будет следить за самой последней информацией. Все, что здесь будет происходить, вы сможете узнать в социальных сетях на сайте картина.тв и на канале Картина Лай. Традиционно турнир начинается с группового этапа. В двух группах выступают все сильнейшие 16 команд. Россияне попали в группу А вместе с нами. Ты знаешь, кто вместе с нами? Я знаю, что сегодня будет плохо Франции. Да, да. Еще с нами шведы в группе, еще с нами белорусы в группе. Это будет самая братская игра. Да. Хозяйка турнира Дания выступает в другой группе вместе с канадцами сборной Германии и Америки в городе Хернинг. Они будут играть. Там арена, такая классная арена, 12 тысяч мест. Классная арена, но стоит отметить, что эта арена, Royal Arena, была построена в прошлом году, в 2017. Она уже готова для игр на 12 с половиной тысяч мест. Шикарная арена. И сборная России будет играть именно здесь. На чемпионате работает много не только российских, но и иностранных журналистов. Рустам, агентство ТАСС. Ваши впечатления первые? Ну, все и так уже говорят, что фаворитами здесь считаются шведы, которые привезли сюда свыше 10 инхайвадцев. И также канадцы с Макдэвидом. У американцев есть Фатрик Кейн. У нас такой хайловской звезды, вот именно, которая увела бы с собой. Ну, с натяжкой Евгения Додонова можно, не знаю, отнести. Но такого Макдэвиду у нас пока нет. Лев, привет! Здрасте! Откуда ты? Из Москвы. Добрался хорошо. Из аэропорта только что приехал. Какая цель прямо сейчас? Попасть на раскатку? Да вот как-то была цель попасть на ролл-арену эту новую, замечательную. Поэтому решил сразу с аэропорта, коли тут рядом, пару остановочек, а потом уже пойти в центр погулять перед матчем. Лев тот самый боленщик, который за российской сборной везде и всю. Чем можешь похвастаться у тебя есть? Реликвия какая-то? Давай. Вы же знаете, что Олимпиада недавно была, да? Мы даже больше знаем. Мы знаем, что россияне там победили. И как они победили. Как это было шикарно, сборной Германии поиграли. Кто не знает, кто не играет в хоккей. Один из этих людей, который сделал победу, подарил мне свитер буквально недавно в Москве. Это Сергей Широков. Красавчик. Да, с именным автографом. Льву от Сергея. Ты видишь? Поэтому в этом свитере, надеюсь, сегодня за нас тут поболею. Жалко только Сергея, нет. Но его майка поможет коллегам из сборной. Она счастливая. Еще у Льва есть одна классная реликвия. Очень круто после матча, например, посмотреть в записи игру. Периодически такое бывает со мной. И, кстати, Картина ТВ – это то приложение, которым я воспользовался с недавнего времени. Скачал, установил и в течение 7 дней, пожалуйста, фри доступ. А потом, в случае чего, я могу продлить. В принципе, очень круто. Мне понравилось. В эти дни в Данию приедет около полумиллиона болельщиков. Каждый приедет болеть за свою команду. Ребята-болельщики из Чехии исполняют калинку. Один на костылях. Кстати, сборная Канады приедет в своем лучшем составе. За последние 4 года они взяли две золотых медали и одну серебряную. В этом году впервые по уровню подтянулись и американцы. Если раньше в США не придавали большого значения чемпионату мира, то сейчас, наоборот, собрали команду, которая должна хорошо пошуметь. В сборную в Финляндии приехали яркие нападающие. У шведов 14 игроков НХЛ. И это еще не предел. Кое-кто сомневался по поводу того, что Дания сумеет организовать на должном уровне мировое первенство. Но, друзья, известно уже, что еще до начала турнира было продано 300 тысяч билетов. В двух городах Дании пройдет чемпионат мира в течение ближайших двух с половиной недель. И это будет просто потрясающее спортивное мероприятие. Серьезные планы и у действующих олимпийских чемпионов сборной команды России по хоккею. По словам президента Федерации хоккея Владислава Третьяка, российская сборная на этом турнире постарается переломить тенденцию последних лет, когда удачный олимпийский турнир не очень удачно складывается для российских хоккеистов именно на чемпионате мира. Поэтому с особенным интересом будем следить за играми в Дании. Совсем скоро начнется игра в 16.15 по местному времени. Сборная России в рамках чемпионата мира сыграет сборной Франции. Смотрите прямые трансляции в пакете канала «Скартина ТВ». Все самое интересное только начинается. Болей за наших! Субтитры создавал DimaTorzok